Канал GT-класс Андрей Щетников и это дополнение к ролику Маятник Вилберфорса возникло в результате достаточно подробной и содержательной переписки с Михаилом Поволодским, активным подписчиком нашего канала. И в результате этой переписки я понял, что в основном ролике надо было показать еще один совсем простой опыт, который полезен для понимания того, как работает Маятник. А опыт выглядит так. Вот здесь наверху висит та самая пружина, вы ее сейчас не видите, а к ее концу приделана ниточка. И я за эту ниточку пружину растягиваю. Вот появился ее нижний конец и там еще вы видите планочку бумажную приделанную к концу. И смотрите, я тяну за конец, а планочка разворачивается, показывая тем самым, что разворачивается нижний конец пружины. Именно вот это разворачивание и сворачивание пружины при колебаниях ее конца вверх-вниз и ответственно за тот самый эффект, который мы видели в основном ролике. Когда Маятник Вилберфорса совершал то вертикальные колебания, то энергия этих вертикальных колебаний перекачивалась во вращательные, а потом снова перекачивалась в вертикальные и так далее. Именно вот это разворачивание конца, которое вы сейчас наблюдали. Ну а естественно в конце ролика задать вопрос, попробуйте совсем на пальцах, очень просто как-нибудь объяснить, почему при растяжении пружины происходит вот это ее разворачивание. Ваши соображения на этот счет? Как всегда, пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.